Снова всем привет, уважаемые друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, дорогие друзья! Во-первых, спасибо вам огромное за вашу поддержку выпусков по открытию кейсов, и сегодня я решил спарить, дорогие друзья, тираж первый, который является очень дорогим из оружейных, и тираж третий, который является не очень дорогим из оружейных и является абсолютным говном. Но я знаю, что практически никто не открывает третий тираж, поэтому в нем может храниться заветный и интересный нож, дорогие друзья! Давайте посмотрим, старенький или оружейный кейс сильнее, или все-таки третий тираж оружейного кейса будет побаще сегодня по дропу. Этот кейс стоит 400 рублей плюс ключ и того 600 рублей на клик, но здесь крутые скины, а, соответственно, в третьем абсолютно говеные скины. Но я надеюсь на то, что из этих говеных скинов может что-то вывалиться у нас, ребята, поэтому давайте же приступать, без лишних слов будем смотреть, на что говен способен сегодня. ЦЗ-75 автокровавая паутина, вот на что он способен пока что, ребята, здесь может выпасть Виктория, здесь может выпасть цвета прибоя и прочее говно, которое абсолютно не нужно, листовая сталь и так далее, и так далее. Кейс не очень в целом, скажу вам, но я реально надеюсь из него выдрючить какой-нибудь нормальный предмет, типа Виктории, либо, соответственно, сам ножик, ребята. Такое может случиться на самом деле, потому что эти кейсы очень мало открывают. Мне вот интересно, Габин, приготовил ли в этих кейсах какой-либо дропчик или все-таки нет? Так, нам выпадает листовая сталь, которая нахер не нужна. Идем дальше, друзья. Двигаемся, двигаемся дальше в направлении открытия, как говорится, и опять листовая сталь. Посмотрите, как много фиолки заплужено в этот кейс, друзья. Посмотрите, Габин просто постарался нахуярить в этот кейс говнеца. То есть, точнее, он постарался повыдавать нам фиолетового. Это, в принципе, хорошо, потому что можно сделать контрактики, как бы. Я ничего плохого против фиолочки не имею, это очень прекрасно, это лучше, чем сраная синька, которая падает в большом количестве. Но, тем не менее, опа, новая фуксия практически пролетела нам, но пролетела мимо, ребята. Не прилетела, она к нам просто пролетела мимо. Я надеюсь, реально на какой-нибудь дроп уже из этого кейса, потому что его реально не открывают практически. Вот, кровавая паутина, например, здесь есть, да? Что-то вроде бы интересное, но говно, из которого не скрафтить ничего. Кроме ЦЗшки Виктории, ты здесь не скрафтишь практически ничего. Дюал-беретты пантеры, черный дюал-беретты, кстати, красивая синька. И, видимо, все, ребята, да? То есть, никак не влияет на открытие, качество и количество открытия этих самых кейсов. Мне кажется, вот этот кейс практически не трогают, и мы видим, что нам ничего и ни хренашечки нормального не выпадает. Ладно, идем теперь в самое дорогое, где может прилететь поверхностная закалка, гипноз, удар молнии, либо ножик, дорогие друзья. Самый интересный, один из самых интересных, на мой взгляд, кейсов, потому что поверхностная закалка может прокнуть синий, например, и ты просто озолотишься. Поэтому хрен его знает, что из этого выйдет. Темная вода, ребята, темная вода, это, блядь, не ерунда. Темная вода, это всегда хорошо. Черт подери, ёпта на, ребята, давайте двигаться дальше. Так, крылья. Пока говно, пока говно. Тоже одни из самых дорогих кейсов, ребята, это на третьем месте этот кейс стоит по дороговизне. Здесь мало-мало предметов, поэтому может быть какой-нибудь шанс у нас и будет. Но, как мы видим, количество предметов в кейсе, оно никак не решает, синька тебе упадет, либо фиолетовая, либо розовая. Здесь всего три синьки. Но синька падает довольно часто. Посмотрите, вот крылья, например, да, являются частым гостем в этом кейсе, по крайней мере, у нас, друзья. Поэтому ничего хорошего не могу сказать по поводу этого кейса в плане его качественности открытия. Мне кажется, здесь точно так же заплужена эта самая синька, которая падает в огромном количестве, друзья. Черт подери, так, прошу прощения, сейчас одну секундочку, у меня там звоночек. Ну что же, друзья, прошу прощения, там телефонный гудок у меня заработал, значит, был звоночек. В общем, что мы видим, ребята? Мы видим абсолютное говнецо. Абсолютное говнецо, заплуженный кейс с крыльями. Посмотрите, сколько крыльев выпадает. Я очень разочарован, если честно, на самом деле. Кейсы у Гейба все говенее и говенее, блять, становятся. И это неприятный момент. Вы посмотрите, ну одни крылья сыпятся, но это уже ни в какие ворота просто не лезет, дорогие друзья. Это просто не вылезает ни в какие рамки. И ворота, ребята, вообще абсолютно, посмотрите, крылья, блять. Из раз, два, три, четыре, пять, шесть, ты чё? Прошу прощения, не сдержался. Из десяти кейсов мне выпадает шесть крыльев? Он чё, блять, совсем что ли? Это чё вообще, блять? Это что за шутка? Мы встретились в маршрутке, ласкали, блять, мешутку и чё-то делали. Чё за херня? Я этого никогда не пойму. Я не могу понять этого. Здесь мне не хватает, да? Я не могу просто понять этого, дорогие друзья. Мне это абсолютно непонятно. И у нас ещё не хватает фиолетового, чёрт подери. Надо какое-нибудь говнецо ещё вскрыть. Ребята, опять разводят меня. Чёрт подери. Но это вообще ненормальное явление, понимаете? Из десяти кликов тебе выпадают шесть крыльев. Вы чё, блин? Вы чё, шутканули что ли, блин? Реально шутка какая-то, ребята, это или что? Вот мне это вообще не ясно. Что сделали с рейтами в стимчике, мне абсолютно непонятно, дорогие друзья. Это какое-то явление крайне-прекрайне страннейшее просто. Просто страннейшее. Так, здесь опять кусок говна. Но, по крайней мере, мы сделаем фиолку и сделаем сейчас крафтецкий, ребята, с вами. Непонятно мне, непонятно, ребята. Что-то со стимом явно не то происходит. Что-то со стимом явно не то происходит вообще абсолютно. Так, Максим жарным выпадает. Мы сможем сделать, ребята, с вами сейчас, соответственно, фиолетовый крафтик. Ай, не сможем мы сделать фиолетовый крафтик, потому что у меня здесь слишком крутая дичь. У меня здесь падение и кара, друзья. И здесь мне тоже не хватает. Черт подери, статтрек синечки одной. Ладно, дадим Габену шансик. Дадим Габену шансик. Он опять разводит нас на открытие. Давайте попробуем это сделать. Может быть, здесь мы что-то выбьем. Опа! Драконий дуэт. Черт подери, говна кусок выпадает нам. И, соответственно, не будет у нас, видимо, шанса открыть статтрек синьку. Точнее, скрафтить статтрек фиолочку. Да, не будет, ребята. Габен, короче, зажрался. Ладно, идем на сайт, дричим там. Поехали. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на forcedrop.net, где будем дергать за чей-нибудь пистолет. Точнее, за пистолет из случайного засекреченного, дорогие друзья. Ничей. Нихуя валится, сыпется. Как хорошо, что сегодня здесь все мы собрались. Нихуя себе, блядь. Ай, блядь. Я думал, что-то серьезное, блядь. Нет, ну нет. Я не зажрался, опять же. Я не зажрался. Давайте мы сделаем вот так вот. Мне просто шедевр не... Я думал, дорогой шедевр. Это говна кусок. Как бы, ну да, двойной... Так, там ножи люди выбивают. Так, так. Нихуя себе там сыпанье пошло. Просто дичь какая. Ебать, чаши падают. О-о-о, рейтецкие на сайте. Здравствуйте, привет. Здравствуйте, привет. Смотрите, Гонс и Дмонстерс. Открываем, нахуй. И понеслась сейчас. Падение Икара, Посейдон, Медуза. Смотрите, изи, блядь. Просто и опять там кто-то ножи дрючит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять рейты. Вот сайты, они, блядь, знают, когда... Это один и тот же человек открывает. Да иди ко мне, маленький. Иди ко мне, сладенький. Сайты знают, когда надо, блядь, делать дичь, когда... А Габен что-то рейты вообще унизил. Я не понимаю этого. Смотрите. Король драконов с моего кейса. Блин, маленький. Ты мне... Ты, папочки, давай-то что-нибудь-то по-нормальному. Папочки, давай уже какую-нибудь дичь. Грязную, грязную, хорошую дичь. У тебя в кейсе очень-очень много вкусного, маленький. Давай папе хамелеона, только не хамелеона. Я что-то в минусы думаю. Мне нужно скорее-скорее бежать, открывать, потому что ребята делают грязь, ребята. Посмотрите, какую грязь. Смертоносные кошечки падают. Красные линии выпадают. Красная линия... Статтрек и Ягуар, ебаный насос. Хорошо. Идем вот сюда. Не-не-не-не-не, не продаем. Это я заберу, вы что? Это я заберу, это мне нравится. Ребята, сыпалово пошло. Давайте смотреть дальше. Так, здесь в Браво. Браво нужно залезть. Обязательно в Браво нужно залезть же сейчас. Элитное снаряжение. Я теперь иду в минус. Быстренько бежим в Браво. Быстренько бежим в Браво. Ребята, пока не вытянули что-нибудь из Браво еще вкусного. Так, пока я вижу, принизились, принизились немножечко рейтики. Хотя следы асфальта вон упали кому-то. Черт подери, надо бежать, надо действовать. Статтрек, огненный змей пролетел мимо меня. Дай-ка я его заберу нахуй. Это будет охереть, если я его заберу. Сколько там он стоит сейчас? Да хуя он стоит. Мне кажется, такого статтрек, огненный змей даже нет на боте, скорее всего. Поэтому, статтрек, UMP-45, грудок костей. Давайте еще раз. Давайте пробовать еще. Мы уже все, мы уже в плюсе, мы уже как бы довольны. Так, здесь закрученный выпадает. Так, в принципе, пока... Ага, вот здесь что-то выпало. А мне, а мне, а мне грудок костей падает одна и та же. Ребята, я подрючу Браво. Я хочу что-нибудь из Браво. Я хочу какую-нибудь океанскую пену. Графит, зумрудный дракон. Что-нибудь давай, рейты стоят же. Еще раз давай. Еще раз давай, маленький. Крутись, вертись, мне что-то попадись. Дичь какая-то зирка. Не, ребята, мне не прет. Мне не прет. Я иду в минус. Вот сейчас единственный плюс, который я сделал. Мне уже не прет, ребята. Все, моя лафа кончилась. Да и, по-моему, рейты... Рейты тоже закончились, как я вижу, ребята. Да. Да-да-да. Видимо, Борода. Мы выбиваем Страж. Мы выбиваем Страж. Это очень хорошо. Давайте еще раз. Викторию кто-то выбивает, которая нахер не нужна. Картель. Да. Ребята, видимо, когда я пришел, рейты решили, блядь, упасть. Замечательно. Отлично. Не, ну я уже успел вырвать. Как бы я уже успел вырвать свое. Поэтому, в принципе, я доволен тем, что есть. Давайте пробовать еще. Пока ничего не вижу. Так, здесь Десолейт Спейс выпадает. И здесь потек кто-то. Поток, черт подери. Маленький, короче. На тебя одна надежда. Маленький, это мой родной. Давай, давай, маленький. Давай. Давай, ты должен. Ты должен. Ты должен папе что-то дать. Давай. У тебя есть вкусненькое. У тебя есть опять король драконов. Черт подери. Ну почему же ты мне даешь король драконов? Дай мне графитик. Либо азимов. Ну есть же скины. Есть же скины. Или ножик какой-нибудь красивый, дорогой. Чтоб было эпично, главное. Давай, маленький. Давай. Статтрек. Слепое пятно. Которое нахрен ненужное говно. И последний шанс у меня, ребята. Один рубль, ребята. Последний шанс. Давай. Давай, мой хороший. Давай, покажи папке как надо. Сука. Ладно, все. Все понятно. Все с этим понятно, ребята. Я уже забираю как бы. Вот это вот я не забираю. Я вот это забираю. И вот это забираю. И, в принципе, я остаюсь абсолютно довольным потребителем, дорогие друзья. Но рейты упали дико после того, как я пришел. Ребята, что-то херня. Либо я уже забрал то, что можно было забрать за эти рейты, как говорится. Да? И как бы мы быстренько закончили. Возможно, там какое-то выделяется определенное число рейтов. Чтобы сайт не уходил сильно в минус. Скорее всего, что-нибудь такое. Типа. Выдал, допустим, на определенную сумму. Ну все, рейты становятся мизерными, как бы. И, соответственно, все. Все довольны. Там Азимов кому-то выпал. Блядь, почему не мне? Рейты, видимо, не заканчиваются. Десалейт Спейсы летят. Азимовы летят, ребята. Черт подери, а? Кому-то все-таки везет. Но в большинстве, как мы видим, что да. Что как бы закончилось. Лафану я свое получил. Я свое уже урвал, как бы. Мне недовольным быть это будет очень грубо, как бы. Потому что мы с вами и Ягуарчика поймали. Мы с вами и Вулканчика поймали. И, соответственно, мы поймали очень много всего, что нам довольно нравится, ребята. Вот он Вулкан. Вот он Ягуар. Я считаю, неплохо. Но Габен подводит. Габен подводит, ребята. К сожалению, ждем, когда Габен раздуплится и начнет выдавать, как говорится. Ну, а пока это время придет, хрен его знает когда. Спасибо вам огромное, друзья, за ваш просмотр, за ваши лайки. С вами был, как всегда, Шимору. И мы увидимся уже на новом видосике. Всем пока, друзья. До новых встреч.